Таджикистан. Снова резня в колонии, теперь в Вахдате. Узбекистан. Более 10 мечетей выставлены на продажу. В Таджикистане резко снизилась скорость интернета. 19 мая в вахдатской колонии Кирпичная произошли кровавые столкновения между заключенными и администрацией. Об этом сообщает портал Ахбор. Жертвами экзекуции, по данным агентства Рейтер, стало около три десятка заключенных, а по неофициальным данным гораздо больше. Причем, если изначально некоторые СМИ распространили информацию о том, что бунт устроили члены Хизбут-Тахрир, Исламская партия освобождения, то позже Миньюз заявил о том, что конфликт имел место между надзирателями и заключенными, отбывающими наказание за членство в группировке «Исламское государство». Уже 20 мая МВД Таджикистана опубликовала список погибших заключенных, причем среди погибших оказались именно заключенных членов ПИФТ, партии Исламского возрождения Таджикистана. Стоит отметить, что факт публикации списка погибших и оперативное заявление официальных властей выглядело достаточно неестественно, что навело многих наблюдателей на мысль о неслучайности произошедшего. Напомним, это уже второй инцидент в пенитенциарной системе Таджикистана за последние месяцы. В ноябре прошлого года в худжанской колонии 3-3 произошел бунт, жертвами которого стали более 50 заключенных. Знакомые ситуации источники отмечали тогда, что имела место провокация со стороны администрации учреждения. Корреспондент Хабархо побеседовал на условиях анонимности с бывшим политзаключенным, который отбывал свой срок в одной из таких колоний Таджикистана и был освобожден в 2018 году. Если же действительно произошел конфликт между заключенными и надзирателями, то скорее это была провокация некоторых безжалостных надзирателей. Общеизвестным является то, что среди надзирателей есть такие личности, которые своим отношением доводят заключенного до самого предела. А это пытки, шизо, унижение чести и достоинства перед всеми и угрозы раскруткой. Все эти нечеловеческие отношения заключенные чувствуют на себе регулярно. Это и могло послужить провокацией, сообщил он. В Ферганской области Узбекистана местные власти выставили на продажу через аукцион более десяти мечетей под предлогом того, что они являются незаконными молельными комнатами. По предварительным данным, дата начала проведения торгов запланирована на 27 мая текущего года. Информация размещена на официальном сайте Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана. Напомним, что все эти мечети были построены после распада Советского Союза, в основном за счет народных средств, в связи с чем нынешние власти не признают их и в принудительном порядке закрывают. Стоит отметить, что подобная тенденция на протяжении последних нескольких лет продолжается не только в Узбекистане, но и в целом по региону, в том числе и в Таджикистане. Так, например, по официальным данным, в Таджикистане на сегодняшний день закрыто более двух тысяч мечетей. Жители Таджикистана ощутили резкое снижение скорости интернет-соединения после отмены повышения цен на услуги связи. Также постоянно поступает информация о блокировке доступа к популярным соцсетям и мессенджерам. Вообще невозможно туда зайти, сказали вот через VPN, получается в два раза больше он жрет трафик, да? Из-за рекорда низкой скорости интернета с перебоями работают VPN-сервисы. Также в стране заблокированы ряд новостных сайтов. Источники Хабархо как на севере, так и на юге страны подтвердили, что действительно скорость интернета в стране существенно снизилась после отмены повышения цены на интернет-услуги президентом Рахмоном. Также поступает информация о том, что в связи с данной ситуацией жители страны на севере, которые живут в приграничной зоне с Кыргызстаном, предпочитают пользоваться кыргызскими операторами связи. Аналитики отмечают, что возможно таким образом власти после провала операции по поднятию цен пошли по так называемому плану Б, в попытке снизить интернет-активность населения, надеясь тем самым ограничить и затормозить рост религиозно-политической сознательности народа Таджикистана.